Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в Суко. Мы только что ходили на пляж и Ксении подарили вот такого вот зайку. Благодарим великолепных правооптавцов и, если не ошибаюсь, жену Светлану одного из них. А сегодня мы вас приглашаем прогуляться на Кипарисовое озеро, недалеко именно от хорда на центральный пляж поселочка Суко. Поехали, прокатимся! Мы доехали довольно-таки быстро. Машинку припарковали здесь на бесплатной парковочке. В сторону усадьбы Пасечника там дегустация, черепистия, также храброе сердце. Там развлечения разнообразные, пейнтбол, веревочный городок. Наш путь, главное, чтобы довел нас не к этому, а именно к озеру. Сейчас смотрю, здесь появилась дорога, уже, по-моему, черновой асфальт, тротуар. И туда к жилым комплексам она проложена. Вот так вот здесь все меняется. Парковка превратилась в хорошую дорогу непосредственно к самому Кипарисовому озеру. Наверное, в следующем году будем ездить уже сюда по-другому, чтобы не пользоваться вот этим вот мостом. Мост, кстати, починенный, мы спокойно сюда доезжаем. О, самое главное, кто нас встречает, ребятки, здесь котейка. Кстати, проезд по 600 рублей, а вот платная парковка, я так и не понял, где, то есть, если сюда не заехать, она, наверное, вот туда проезд. Кися. Привет. Какой красавец. Все, коту надо очень много ласки. Нужно не кушать хоть, чтобы не разговорить, все меня падает. Парковочная зона сейчас здесь стоит 600 рублей, можно будет туда доехать поближе к самому озеру. И 50 рублей вот на таких вот машинках прокатиться. Мы же, как всегда, экономим, идем пешком. Преките, 50 рублей в человек. Это уже 200 туда-обратно с нас двоих. Работает вино-тамани. Здесь можно взять кофе. Глинтвейн с собой. Путь несложный, он по такой бетонной дорожке. Пройтись людей предостаточно. Самое интересное, наверное, для вас, а стоит ли вообще в сезоне ходить кипарисам? Сейчас они выглядят по-другому. И так в любой момент, когда вы придете туда, они будут выглядеть не так, как раньше. А сейчас они еще красного цвета, и все идут именно за этими фотографиями. Ну, на самом деле, не красного, а рыжего. Это уже немножко цветокоррекция добавляет цвета. Сейчас уже вся листва опала, и только зелененькие, вечно зеленые можжевельники стоят. Вот, ребята, видите, приехали на отдых. Не экономят 600 рублей. На машине доехали до самого озера. Немножко еще по прямой. Когда идешь разговариваешь, время летит незаметно. Мне понравился сейчас вопрос с Ксенией. Как он звучал? Тут есть озеро? Ага. Парк Раборосердца. Африканская деревня находится туда ниже. Даже отсюда слышно звуки. Люди, которые там были, в африканской деревне, говорят, что очень классное представление. Так что можно вам советовать. Также здесь находится рыцарский турнир. Там впервые я туда попал по рекомендации моего дорогого подписчика и друга Евгения из Германии. Ему привет огромный, вдруг будет смотреть. Он говорит, мы впервые, когда попали, то там рубятся на мечах. Прям круто так рассказал. Я захотел сам попасть. И я уже был на двух или трех представлениях. В этом году, к сожалению, не получилось попасть. Но там было новое представление. Может быть, в следующем сезоне съездят с вами. Африканская деревня открыта для посещения. Постоянно там можно еще и поесть. Шиповничек созревает. Уже вот-вот можно будет скоро его собирать везде. Чай с шиповником. Это тоже очень вкусно и полезно. Ты, кстати, любишь чай с шиповником? Да. Заполнился автобусик и люди поехали. Мы дошли до озера, друзья. Слева старинута парковка, которая стоит 600 рублей. Пиф, машинка уезжающая отсюда. И указатели. Все это здесь работает. Зиплайн над нами. Он сейчас не функционирует. И тадам! Кипарисовое озеро. Помнишь, как это звучало ночью? Это озеро Рисово. У нас есть такой прикол в Абхазии привезенный. Ну, не суть. Смотрите видео про Абхазию. И там мы об этом рассказывали. Звучало так. Это озеро Кипарисово. Ночью, когда ничего не видно. Здесь остановка трансферка Ростовом. Разнообразные браслетики, амулетики, кольца продаются. Есть мусорки, навесы от солнца. Посмотрите, какие тучи заходят на нас. Какая красота, друзья. По всем ценам. Катамаран до 5 мест 600 рублей на 30 минут. 1000 рублей в час. Лодка 100 тысяча, кануэ 600 тысяча. То есть, думаю, что сами все прочитайте. Что для вас актуально. Вот трансфер за 50 рублей. Рыбалка 500 один день. Удочки впрокадывают. Зиплайн 1000 рублей. Я бы на рыбалочках хотела. Есть мед. Разнообразные сувениры на продажу. В общем, постоянно что-то тут работает. Раньше все-таки это было меньше. Только лето кончалось и все здесь закрывалось. Так становится цивильно, уютно и презентабельно. Кофеек, чаек и даже тир есть. Чтобы можно было пострелять. Здравствуйте. Перекусить немножко с кофеечком. Вот видите, ребята сидят в кафе. Пьют чаечек. Наслаждаются денечком великолепным. Здравствуйте. Приятного вам чаепития. От души. Музыка играет. Здесь надпись озера. С ним очень часто фотографируются. И чем привлекательнее это место, видите, беседки. То есть многие приезжают сюда, проводят какие-то праздники. Просто с мангальчиками. Особенно маевку. Ксюха увидела кипарисы. У нас закончилась пленка. Села батарейка. Пока меня вот Ксения разглядела кипарисы. Озеро, видите, там уже заканчивается. У нас тут какие-то указатели, на что маленькие глубины начинаются. И вот что осталось от озера. Кто был тут ранее, вода доходила вот досюда. Видите, где трава начинается моментами. Почему, собственно, такое происходит? Потому что у людей такие вопросы. А что делать? Как быть? И как дальше жить? Проблема первая. Засуха в этом году. Практически не было дождей. Это первый. Немаловажный проблемный момент. Второе. Это то, что построено очень много в сукостроении, домовладении. В том числе и ЖК. И вода берется из грунта. То есть выкачивают. И говорят, что возможно она уже сюда никогда не вернется. Но хочется верить в лучшее, что мы все-таки с вами увидим полное воды озеро с кипарисами. Уютно сделано. Домики такие. Они, кстати, становятся все более симпатичные. Для проведения здесь разнообразных мероприятий. В озере тоже где-то там окупаются. Рыбку вводят. В общем, всех по-разному. У Ксении обувь не позволяет прогуляться вдоль берега озера. Слышите, мы можем прогуляться? В обратном пути. А так этот маршрут даже, наверное, лучше. Потому что впереди у нас сейчас будет смотровая площадка. Мы с Ксенией обсуждали о том, красиво ли у нас осень или нет. Вот она говорит, по сравнению с Питером, у нас красивая осень. А я считаю, что самая красивая осень, это где-нибудь в средней полосе России. Там на Урале у нас очень круто смотрится. Потому что я там проживал лиственные деревья. Буйство красок. А у нас... И даже на земле, видите, они все такие уже черненькие. Изредка какие-то деревья дают нам красивые цвета. Смотровая площадочка. И с нее можно сквозь такую арочку наблюдать те самые кипарисы. Они, кстати, интересно смотрятся в этом году. Я смотрю, частично уже опали, частично зеленые стоят. Обычно они одновременно становились такими бурыми. А сейчас болотцы. Ну, озеро кончается. Дальше такое зеленое. Топь. Потом один вид растений. Дальше другой вид растений. Потом стоят кипарисы. Вправо отходим от основного берега. И вот здесь вы можете увидеть, что нет багряных красок. У нас только листва зелененькая. Либо вечно зеленые, либо опавшие листья. Иногда, вот если подальше куда-то уйти от моря, в леса, там, конечно, встречаются уже более какие-то сочные краски. Ну, тут все в беседках и в ожидании гостей. Птички поют. Тоже очень уютное, симпатичное место. Я нашел красные цвета. Это просто какой-то пылюч, который тут растет вдоль дороги. Кстати, с колясками люди гуляют. Благодаря тому, что здесь очень много можжевельника, а он, как известно, обеззараживает вокруг себя воздух, здесь очень полезно гулять абсолютно всем. И тем, кто даже, возможно, чем-то болеет легочными заболеваниями. Так и для общего здоровления организма. Поэтому популярные эти места должны быть в любое время года. Ребята приходят, парочками сидят, отдыхают, смотрят на озеро сквозь деревья. С той стороны беседки люди сидят, кушают. Ну, я думаю, что они бесплатно, не занимая эти беседки на длительное время. Просто такой пикничок во время прогулки. Здесь кончается бетон, и мы уже немножко по самому лесу доходим далее. На особо охраняемость в природной территории регионального значения памятник природы и борис болот. Проход в деревья строго запрещен. Залезать на ветер в Борисе и ходить по корням запрещено. Это может прийти в деревьях. Высоуказанные пункты являются нарушением установленного режима особой охраны. Вот такое объявление идет постоянно. Странно, что людям надо говорить, что лазить по особо охраняемым деревьям это плохо, не будьте обезьянами, не убивайте деревья. Это очень странно. Здесь находятся мусорки. Очень классно, видите, чистота какая вокруг нас. И то, что осталось от озера с левой стороны. То есть, таким, наверное, маловодным я его не помню никогда. А здесь уже вырастает новый лес. Причем, действительно, не просто трава, а вот очень много разнообразных веток. А раньше было моментом, когда мы ходили вот там по верху, а здесь даже пройти нельзя было по краю берега. Представляете, какая разница? Впереди открывается видно кипарисовые. Немногие знают, что если пройти туда дальше, можно вообще выйти в горькоцор. Представляете, прогулочки сквозь горы. Самое красивое в них это их стволы. Конечно, в этот момент времени все приходят ради цвета. Хвои, но и вот эти вот корни. Такое ощущение, как будто они передвигаются. Корни являются дыхательными легкими кипарисов. Поэтому именно и не рекомендуется наступать на них, чтобы, представляете, вам по груди кто-то топчется. И просит людей это не делать. Но мы видим с вами, что земля там вытоптана. Поэтому действует это, к большому сожалению, не на всех. Ну, такие вот величественные деревья стоят и ждут, когда будет водичка. Не погибают они, живут нормально. Конечно, с водой они, возможно, были красивы. В таком виде выглядят очень-очень-очень даже симпатично. Сейчас благодаря тому, что нету сильного солнечного засвета, даже гораздо красивее все это можно рассмотреть. Ну, а это их вот так вот выглядят листики их. И когда я впервые показал людям, что они опали, нет на них ничего. Они же видели, что это как хвоя выглядит. И паника началась в людей. А, что происходит? На самом деле кипарисы являются листопадными. То есть эти маленькие листики каждый год опадают, потом растают. А, зайку бросила хозяйка. Даже на Вероника написано. Вероника, если ты потерял зайку, приходи, забирай обязательно. Сейчас мы их обойдем по кругу. Мне кажется, самое красивое место это с той стороны. Жалко, конечно, что нельзя летать у нас на квадрокоптере. Я это делал ранее, когда было можно прям между стволами пролетал на FPV. Сейчас же просто прогулочки вокруг. Ну, это тоже доставляет удовольствие. Особенно, когда вокруг тебя очень много можжевельников и такое вот красивое место. Люди такие люди постоянно пытаются где-то, но прорваться кипарисом. Вот отсюда, мне кажется, гораздо больше становится красивее вид на них в ту сторону. Как вам, ребята? С этой стороны их листиков нападало даже гораздо больше. Прям такое плато уважное. Все очень интересно то, что когда нет воды, кипарисы начинают давать свои побеги. Так что будьте аккуратны, когда гуляете, чтобы не раздавить их. Они такие маленькие, красивые смотрятся. Обещаю, что в скором времени сюда досадят новых деревьев. Когда впервые вода ушла, то появились свежие побеги. Их у нас пересадили в зеленстрой. Интересно, конечно, как они сейчас там живы или нет. Один остался. Близкий участок, возле которого все фотографируются. Но он еще рыжий-зеленый. Видите, они оранжевые. Просто цвет хорошо тянется при обработке. Многие делают их красными. Подходим немножко поближе. Хочется вам показать, как выглядят вот эти вот елочки. Ну, тяжело это сделать. Вот здесь же в самом начале, наверное, самые красивые корни деревьев находятся. Стволы здесь как-то более витоизменены. Тут вообще такое ощущение, как будто корни вот возле этого камня пообломали. Жалко, вот, да, что нельзя без забора людям объяснить, что туда нельзя ходить. И никто бы не ходил. И не было вот этого забора. Было бы вообще невероятно классно. Ну, по факту, все есть как есть. Но очень красиво смотрится. Как вам, ребятки? Прогулочка. Как вам виды? О, очень красиво. Кипарисовое озеро. Что это такое, друзья? Это искусственный водоем, созданный при помощи плотины, которая помогает накапливаться в большом количестве воды. И сегодня мы его видим с вами не в самом лучшем его виде. Обычно здесь воды в этом месте, ну, примерно вот так вот, по пояс. Я смотрю, просто поориентирует одно из самых мелких частей этого озера. Ну, не пугайтесь. В принципе, уже было такое, что кипарисы оставались без воды. И, в принципе, с ними потом все было хорошо. Циклически вода приходит, уходит. И давайте немножечко истории о том, что это вообще такое и откуда оно взялось. Озеро Суко по своей природе искусственное. Фактически это водохранилище с плотиной, созданное в 30-е годы 20-го века. Озеро соединяется с морем при помощи речки, несущей свои воды через одноименную долину. Необычное название места пришлось из дегейского языка. Суко. Местные жители называли место, куда приходили пить кабаны. Однако, настоящую популярность озеро получило благодаря смелому эксперименту, который провели в 1934-35 годах. Часть водоема засадили определенным видом болотных кипарисов. Родина кипарисов – Северная Америка. Особые свойства этих деревьев известны с древности. Эфирные масла, которыми буквально пропитан воздух кипарисовых рощах, являются естественным лекарством при заболеваниях дыхательных путей. 32 древесных высаженных в озере хорошо прижились. С годами разрослись. Сейчас по праву могут считаться маленькой местной здравницей. Высоцу красавца кипариса вытянулись почти на 30 метров. Ствол в диаметре может достигать полуметра. Особенность древесины этих пород в особой устойчивости к воде и процессам гниения. Иногда больше полугода корни болотного кипариса оказываются под водой. Тогда на помощь дереву приходят специальные дыхательные корни. Вот такая вот история у этих мест. Также здесь работает прокат катамаранов. И многие люди, когда вода приходила больше, приплывали непосредственно к стволам. Сейчас можно увидеть отметины по всем стволам. Содранная кора, которая свидетельствует тому, что люди подплывали вплотную, ударялись от них катамаранами. Так что может быть даже без воды им гораздо лучше. Также ждем, когда высадят дополнительные кипарисы здесь. И будем надеяться, что они приживутся. Надеюсь, что сегодняшняя экскурсия вам понравилась. Вы, друзья, подпишитесь на канал. Кнопочка находится снизу. Также ждем вас в других соцсетях. Вконтакте, Телеграм, Яндекс Дзен. Везде в поиске Юрия Заровского, либо ссылочки в описании. Буду вам благодарен за ваши комментарии, добрые слова, ну и также поддержку. Спасибо, друзья, что вы есть, что вы смотрите. Надеюсь, что получилось интересно. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Заровский. И увидимся в следующем видео. Так выглядит сам берег. Представляете, вода насколько выше. То есть метра четыре, я думаю, сейчас точно глубины не хватает у озера. Эта часть озера заросла. Уже давно здесь не было воды. Здесь вообще масштаб того, насколько воды стало меньше, чувствуется очень сильно.